Пять лет потребовалось Российскому Союзу Автостраховщиков и Министерству Внутренних Дел, чтобы автоматизировать процесс проверки полисов ОСАГО у водителей. Для реализации проекта нужно было решить ряд технических и юридических проблем. Наконец, информационные сервисы готовы к запуску. Чтобы обеспечить максимально корректную работу системы, 1 июля планируется провести серьезное обновление баз данных. В частности, РСА запустит ОСАГО АИС-2.0, которая придет на смену прежней платформе, разработанной 8 лет назад. Это очень большое вложение денег. Она позволит работать не только самой информационной системе, но и многим другим интерактивным сервисам. Например, мобильное приложение, онлайн-урегулирование убытков. Алгоритмы работы нового сервиса схожи с теми, что применяются сейчас в системе «Карантин» для проверки цифровых пропусков. Сотрудники ГИБДД через планшеты подключатся к дорожным камерам, отследят наличие полисов ОСАГО в режиме онлайн и остановят тех водителей, которые ездят без автогражданки. Однако отличия между системами все же есть. В отличие от реализованного по пропускам принципа, когда можно отдать список, и он один лежит, и некоторое время постоянно действующий, у нас для проверки полисов необходимо онлайн-взаимодействие. Это два совершенно разных подхода, это совершенно другие мощности, но это взаимодействие налажено, и в настоящий момент системы наши, Российский суд автостраховщиков и ГИБДД, онлайн взаимодействуют. Точная дата запуска системы еще не обозначена, однако переживать автовладельцы начали уже сейчас. К примеру, многих беспокоят задержки, с которыми порой страховщики передают данные о новых бумажных полисах базы РСА. Напомним, что законодательно на это отводится лишь один рабочий день. На такие случаи, когда агенты превышают установленные сроки, по словам представителей Союза, приходится лишь 0,01%. Но и их предусмотрели. На момент фиксации правонарушения, проходит проверка по базе данных, проверяется, есть полис или нет. Если полиса нет, данное правонарушение пока не оформлено, откладывается, через 7 дней повторно проверяется. И если полис опять не появился, только в этом случае будет оформляться штраф. РСА надеется, что внедрение автоматической проверки полисов ОСАГО существенно снизит число тех, кто ездит без автогражданки. Хотя по опыту зарубежных стран можно смело предположить, что на них все равно будет приходиться не менее 10%.